Всем привет, я Даша. Сегодня не очень такое традиционное видео, но не о книгах, но о том, как я веду свой кулинарный блокнот. Я люблю готовить, но мне совершенно для обамятные рецепты. Даже простейшие из них я вон уже постоянно отглядываю. Конечно, без кулинарной записанной книжки здесь не обойтись. Я некоторое время размышляла о том, как вести кулинарный блокнот, но мне ни один из вариантов не подходил. Я думала о том, чтобы вести блокнот такой знательный на кольцах, чтобы можно было новые рецепты представлять к подобным уже существующим. Но, как правило, такие блокноты, они достаточно громоздкие. Кухонька у нас маленькая, небольшая. Такому блокноту на нашей кухне не место. И однажды одна из моих подписчиков, Олимпия, если ты смотришь это видео, что вряд ли, огромное тебе спасибо, послала мне вот такой блокнот в подарок, за что огромное ей спасибо. Я долго думала, к чему его приоходить. Он совсем небольшой, размером с мою ладошку, видите. И, как выяснилось, очень подходящий для рецептов, прям идеально. Как раз на одну такую страничку рецепт и помещается. Значит, сначала я записывала их сюда по очередности. Но потом я подумала, что как я буду искать, нужны мне рецепты, если они будут все располагаться просто по порядку. Обнаружение одного. Даже если сделать содержание, то будет максимум неудобно. Поэтому я придумала подклеивать листы. Во-первых, блин вышел, конечно же, комом. Потому что я сделала кормошку вот таким образом. Но это смотрелось несимпатично, громоздко. И у меня был, у меня также был блокнот на магните. Ну, знаете, на холодильник вешают, чтобы записочки оставлять членам семьи. И оказалось, что их листы совершенно идеально подходят под размер такого блокнота. Вот. Видите? И тогда я их стала скотчем подклеивать к уже существующему рецепту, схожему по способу приготовления, либо по содержанию. Допустим, вот апельсинный напиток. И сюда же я подклеила эгногу, потому что это тоже напиток. Или вот оладушки. Тут величайшее множество рецептов оладушек. Теперь и нумерация. Я решила сделать совершенно идиотским способом. Не повторяйтесь за мной, пожалуйста. Я нумеру вот не странички, как это бывает в книгах, допустим, а рецепты. И это оказалось максимально удобно. Просто так не делайте. Нумеруйте по старинке странички. Само содержание расположено на форзации. Содержание я перечисляю не все блюда, которые расположены на страничке. Потому что там же еще есть и подклеенные рецепты. Просто название. Допустим, хлеб у меня есть и слоновье ушко, и сковородный хлеб, и ирландские содовые. Хлеб с семечками и так далее. Но я все это не указываю в содержании. Не перечисляю, просто там написано хлеб. Или оладьи. Тут есть и овощные, и фруктовые, и луковые, и банановые ноли, и пираники. Оладьи сюрприз. Юлины оладушки. Я все это не указываю в содержании, а просто пишу оладьи. Также я веду статистику. Не сразу, а спустя какое-то время, когда уже стало вести блокнот. То есть я приклеиваю вот такую одноразовую закладку и приписываю. Там готовила, например, два раза. И когда я еще раз готовлю это блюдо, я просто исправляю эту циферку на нужное число. Либо зачеркиваю его и приписываю его по новой. Также я указываю год, в котором я обнаружила данный рецепт. Просто в самом конце рецепта, в самом низу странички, я аккуратно пишу число года. У меня есть еще одноразовая закладка. То есть если, допустим, что-то хочу приготовить, планирую, я эту закладку помещаю на нужную страничку. Потом просто открываю и готовлю, кладу куда-нибудь этот блокнот, подрядливаю. И, собственно, приступаю к делу. Если рецепт еще не проверен, я его в блокнот не записываю. Он у меня, я его выписываю на листочек, прикрепляю к магнитной, ой, к магнитной. Прикрепляю к вытяжке с помощью магнита. Он там висит. Это очень удобно, потому что не занимает место на кухонном столике. Я просто готовлю, если мне нужно себя проверить. Все я правильно делаю. Просто поднимаю глаза наверх, смотрю пункт и выполняю. Кстати, о пунктах. У меня есть несколько маркеров. У меня есть несколько маркеров, на которых вместо наконечника какой-либо рисунок. Солнышко, сердечко, яблочко и так далее. В начале листочка я определенное количество раз по количеству ингредиентов проставляю на странички, вот эти штабики, выписываю, соответственно, ингредиенты. Дальше нумерую шаги, этапы выполнения блюда. И прописываю там, во-первых, просеять муку, шаг второй, размягченное масло добавить с сахаром, шаг третий, вымесить тесто, шаг четвертый, поставить изогретую духовку на 180 градусов, на 20 минут, ну, например, да. Ну и потом очень удобно этим шагам следовать. Если шаги выполнения рецепта расположены не на той же страничке, на которой перечень ингредиентов, то я не пишу, то я не пишу там просеять муку. Я указываю именно вот количество, просеять 400 грамм муки. Просто, чтобы для удобства не переворачивать на страничку с количеством ингредиентов. Если название рецепта мне неизвестно заранее, то я его придумываю сама. Например, банановый нолик. Или вот, например, моя дедушка собрала 2 килограмма абрикосов и нам прислала. Нам пришлось варить варенье, а я его не ем. Я вообще кладкому максимально равнодушна. Я нашла рецепт, в котором используется максимальное количество варенья. Я его так назвала. Кекс уничтожь варенье. Вот таким образом я веду свой календарный блокнот. Надеюсь, я довела вас на какую-то полезную мысль этим видео. Пока-пока и до скорых книг.